Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня мы должны будем обсудить еще один интересный аспект электронной микроскопии, а именно возможности получения трехмерной информации о нашем образце и по возможности реконструкцию нашего образца в трехмерном пространстве для каких-то дальнейших измерений, исследований и того, что можно делать с ним с точки зрения морфометрии. Эта лекция относится к опциональным лекциям. Вопросы по ней не будут в зачете, но я думаю, они будут интересны для полного понимания, что можно делать при помощи современной электронной микроскопии. Итак, почему нам в принципе нужна информация о трехмерном образце? Ну, тут много есть вариантов. Во-первых, возможно мы не можем наш образец по отдельным срезам посмотреть. Или эти отдельные срезы ручную изготовить сложно. Или нас может интересовать какой-то процесс, который сложно поймать в плоскость наибольшего разрешения x, y. Или на самом деле нам хочется сразу же поанализировать много образцов. Мы не очень уверены в ориентации нашего образца. В общем, причин, для чего это может быть необходимо, достаточно много. И первый метод, о котором мы с вами поговорим, это метод так называемого фокусированного ионного пучка. В обычном сканирующем микроскопе мы прекрасно можем посмотреть наши объекты. Но представьте, что если мы теперь в наш сканирующий микроскоп даваем еще и какую-то возможность, какой-то способ разрезать наши объекты. И после того, как мы их разрезали, посмотреть на то, что у нас с вами получилось. Резать объекты в таких микромасштабах можно при помощи атомов, достаточно каких-то тяжелых элементов. Например, это может быть ксенон, есть ионная колонна с ксеноном. Или это может быть галлий, соответственно металл, жидкий, но тяжелый. И если мы будем эти атомы ускорять достаточно сильно, а это можно сделать, то дальше при взаимодействии с нашим образцом они, скорее всего, будут чисто кинетически выбивать из него частично материал, который дальше, попадая в вакуум, будет откачиваться уже вакуумной системой нашего микроскопа. Таким образом, мы можем с вами для биологических объектов пойти следующим способом. А именно, мы можем с вами смотреть на наш образец, скажем, вот с этой стороны. У нас будет наклонен. А пучок, который режет, будет находиться вот под таким углом. И тогда мы можем, прорезав вот такие лесенки внутри образца, резать его дальше. И каждый раз, когда мы сделали срез, смотреть на эту поверхность. Дальше пройти еще, сделать срез дальше, опять получить поверхность, которую дальше посмотреть. Дальше сделать срез, получить поверхность. И таким образом, можно, получается, сразу же под сканирующим микроскопом получать и информацию о поверхностях, вот этих срезах, которые мы получаем. И в дальнейшем идти все дальше и дальше и дальше. Понятно, что метод разрушающий. И еще раз пересмотреть ваши картинки вы уже не можете. Понятно, что вы не можете их докрасить, контрастировать дополнительно, если вы их не покрасили, не отконтрастировали в блоке вещества, с которым вы работаете. Но, в принципе, метод достаточно интересный. Глубина реконструкции у него достаточно большая. Правда, работает он не очень быстро. И такие микроскопы, Dual Beam они иногда называются, иногда сфокусированный ионный пучок называется, установлены у нас как минимум в двух ресурсных центрах в университете. Разрешение, которое мы можем получить, зависит, конечно, от самого сканирующего микроскопа. И, в принципе, в идеале 2 на 2 нанометра по XY можем получить. По Z это зависит уже от ионной колонны, насколько тонкий вот этот срез она может сделать. И, в принципе, до 10 нанометров это доходит для некоторых приборов. Это по, в принципе, Z. Глубина реконструкции, насколько можем порезать? На самом деле, можем порезать даже миллиметр. Это вопрос, сколько времени нас это займет. Про подготовка. Если мы говорим о блоках наших каких-то тканей, замельтых, скажем, в смолу, уже заранее отконтрастированных, заранее готовых для такой работы, то, в принципе, не особо она должна быть специальной. Единственное, нам нужно будет каким-то образом бороться с, возможно, появляющимся здесь излишним зарядом, который, конечно, может мешать нам смотреть на этот образец. Как видите, метод в таком простом объяснении несложный. Есть, конечно, некоторые свои особенности. Достаточно трудоемкий по времени, достаточно долго идет. Однако, если этот метод вам будет интересен, более подробно о нем можно посмотреть вот по этой статье с нынче взятой. Давайте посмотрим, что можно им сделать. Конечно, первоначальный рассказ о том, что поставить, положить, порезать, он многие детали не включал. Во-первых, если мы все-таки наш образец готовим, для того, чтобы получать изображение, похожее на просветившую электронную гипоскопию, нам необходимо сделать все ту же самую химическую фиксацию, все ту же самую заливку, полимеризацию в блоке. Ну и более того, все, что касается контрастирования, анилцитат, свинец, нам нужно делать тоже в блоке. Это и осмий. Потому что дополнительно подконтрастировать мы его с вами уже не сможем. Дальше, чтобы вот эта резка была хорошая, красивая, нам неплохо было бы на наш образец, можно было убрать лишний заряд, нанести тонкий слой металла. Это можно сделать разными способами. Можно действительно использовать прибор для напыления. А в некоторых случаях можно сделать такое нанесение прямо в нашем микроскопе. Если мы вакуум немножечко испортим, добавим туда какой-нибудь металлорганический газ, в составе, например, которого есть платина, то под воздействием электронного пучка будет происходить разрушение эквивалентных связей, и этот металл может осаждаться. То есть, в принципе, мы можем при помощи электронного пучка осадить такой металл прямо на поверхности нашего пучка. Дальше нам действительно нужно сделать вот такую траншею, которая позволит нам теперь под таким углом сканировать наше изображение точка за точкой, а под таким углом производить резку нашего изображения, чтобы получать следующие, 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 условно говоря, срезы. После этого мы можем получить вот такой набор изображений. Конечно, в данном случае мы будем работать в режиме обратно рассеянных электронов. Почему? Мы отконтрастировали наш образец, и в нем теперь есть тяжелые элементы. Осмей, свинец, уран. И они очень хорошо видны на композиционном контрасте. А использование же контраста поверхности нам здесь не нужно. Поверхность мы пытаемся сделать как можно более как раз таки гладкой, если это возможно. Понятно, что такое изображение нам нужно будет инвертировать, потому что те места, которые хорошо рассеивают электроны, где много тяжелого металла, будут, наоборот, более яркими. А мы привыкли в просвечивающей электронной микроскопии их видеть более темными. Но теперь, выровняв эти изображения, так как мы их снимали с одного места, они примерно одинаковые, их почти выравнивать не нужно. Сложив их в пачку, обведя интересующую нас структуру, мы можем получить вот такую трехмерную картинку. Что же делать, если нам нужно все-таки получить большее разрешение? Ведь 2 нанометра в идеале, это, конечно, по x, y, а вот по z, то у нас там 10 нанометров, это лучшее, на самом деле, что может, чаще всего толще. Мы можем использовать метод так называемой электронно-микроскопической томографии. Этот метод уже нам более интересен с точки зрения разрешения по z, в зависимости от того, как выполняли, это может быть порядка 5 нанометров. Разрешение в плоскости ограничено вашим микроскопом, ну и на самом деле, может быть, даже меньше 1 нанометра, если необходимо. А вот с глубиной реконструкции есть проблема, потому что нам необходимо просвечивать наш препарат электронным пучком насквозь. Как вы помните, обычная толщина нашего препарата это порядка 70 нанометров. Если мы делаем его толще, то есть шанс, что электроны несколько раз внутри нашего образца взаимодействуют, ну и в итоге на изображении нам это никаким образом уже не поможет получать изображение. Таким образом, для толстых, скажем, срезов нам нужно большее напряжение. Ну и в некоторых случаях для микроскопов, скажем, 300 кВт, мы можем получать до 250 нанометров толщиной среза, который можно еще брать на вот такую электронно-микроскопическую томографию. В режиме же просвечивающей, сканирующей электронной микроскопии на основной лекции я посвятил этому полслайда буквально. Но так как мы сводим весь наш пучок практически в одну точку, то толщина резко возрастает. И в случае просвечивающей электронной микроскопии, сканирующей, мы можем на том же самом 300 кВт микроскопе посмотреть уже 0,8 микрона. Вполне себе. Пропподготовка. Стандартная для просвечивающей электронной микроскопии. Вы просто делаете срез. Либо той же самой толщины 70 нанометров, либо толще. И тут уже есть некоторые проблемы с изготовлением такого среза, но в принципе решаемые. Дальше вы помещаете ваш срез на держатель, который позволяет его вращать в одну сторону и в другую сторону. У нас в ресурсном центре есть такие держатели, которые позволяют наклонять образец до 70 градусов в обе стороны. Ну, а теперь, если мы будем смотреть на наш образец, поворачивая его, это то же самое, как будто мы смотрим на него под разными углами. И получается, что мы с нашего образца получаем проекции, как бы он выглядел, если бы мы его освещали так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и так далее. А что это означает? Это означает, что теперь, так как мы с вами имеем такой набор проекций, мы можем использовать их для восстановления исходной трехмерной структуры образца. Либо используя метод обратной проекции, который, конечно, сейчас реже используется, либо используя уже теорему для того, чтобы можно было, набрав не такое большое количество картинок, включить все-таки более-менее приличную модельку. Самое главное здесь, это то, что при повороте образец не должен сильно смещаться, и нам необходимо все эти изображения друг на друга достаточно хорошо выложить. Чтобы это было возможно, мы в наш препарат обычно добавляем небольшие кусочки нанозолота, скажем, 15-20 нанометров кристаллики. Так эти кристаллики хорошо рассеивают электроны, то при любом повороте нашего образца их будет хорошо видно. И теперь мы наше изображение можем с вами сравнить. На следующей лекции, которая будет по крылью электронной микроскопии, вы увидите это на реальной съемке такой томограммы. Что можно получить этим методом? Такие есть результаты от разных авторов. Я только одну статью приведу, здесь ссылка на нее. И как видите, всю толщину среза, который здесь был, можно восстановить. И вот эти вот темные черные шарики, которые здесь видны, это как раз вот эти кристаллики золота, которые использовались для того, чтобы можно было этот образец выровнять. Как видите, вы получаете из вашего среза как бы вот такие виртуальные дополнительные срезы, которые вы можете в дальнейшем использовать. На нашем оборудовании эта методика доступна, хотя, конечно, выполняется с некоторыми сложностями. Следующий подход наиболее рутинный, который часто делают, но требующий очень больших ручных навыков от того, кто будет это производить. Это обычные серийные срезы. На самом деле 70 нанометров это такое стандартное. Если использовать более твердую смолу, например, Дуркупан тот же самый, то можно делать срезы 50 нанометров, в некоторых случаях и 30 нанометрах, а в интернете есть несколько роликов, можете посмотреть, где умудряются делать срезы толщиной 15 нанометров. И если вы сделаете серию таких срезов, то толщина среза это реконструкция по Z шаг, разрешение по XY здесь ограничено вашим микроскопом, если у вас микроскоп, например, хороший, вы можете получить меньше нанометра. Глубина реконструкции любая, зависит только от того, сколько вы сможете сделать таких серийных срезов, прежде чем произойдет какая-то проблема, или вы срезом начнете терять. Ну и, соответственно, плоскость реконструкции на самом деле сеточка. Сеточка у нас 3,05 мм в диаметре имеет. Ну, реально понятно, что такой срез большой сделать практически невозможно. Максимальный срез, на который можно рассчитывать с алмазным ножом и с большими трудностями это 0,5 мм на 0,5 мм. Проподготовка, как мы видим, стандартная для просвечивающей микроскопии. Можем эти срезы теперь отконтрастировать, можем даже сделать на них, если понадобится иммуноголотокрашивание, но очень значительная трудоемкость. Изготовление серийных срезов это очень непростая задача. То есть, квалификация того, кто делает, должна быть высокой. Автоматизации здесь практически никакой. За исключением, может быть, после того, как у вас сняли препарат, это выравнивание картинок, опять же, курс у нас по компьютерной морфометрии для магистров есть записанный на YouTube, можете посмотреть, там показано, как это делается. Естественно, возник вопрос, а можно ли как-то этот процесс изготовления серийных срезов, вот такого вот равнивания, размещения на сеточках и всего сложного автоматизировать. И есть два подхода для такой автоматизации. Один подход это размещение этих срезов на какой-то подложке. Есть два прибора, один прибор от Цейса, в данном случае это вот этот АТУМ, автоматизированный микротом, вот с такой вот пленочкой, которая идет в алмазный ножик с водой, и дальше, так как эта пленочка постоянно двигается, это аналог нейлона, если кто-то с электроникой работает, то пленка Каптон называется, чаще всего используется для изоляции, например, она достаточно ровная, и на нее могут быть перенесены вот таким образом срезы, просто получается такая бобина, как у кассетного пентофона. И здесь разрешение в плоскости у вас остается от вашего микроскопа, вы скорее всего используете сканирующий микроскоп, поэтому, конечно, разрешение в плоскости где-то там 2 на 2 нанометра, реально. Разрешение по глубине рутинное, это толщина среза, в данном случае, опять же, с твердой смолой, ставить 30 нанометров, скажем. Глубина реконструкции, ну, насколько вам хватит вот этой пленки, насколько вам хватит вашего блока, потому что, как вы видите на практике, к сожалению, двигаться далеко подача на ультрамикротоме не может, ей после определенного, после определенной подачи вперед необходимо будет откатиться назад, и вам придется уже механической подачи это передвигать, то есть здесь, конечно, есть некоторые ограничения. Ну, и плоскость реконструкции. В рекламе заявляют, что можно чуть ли не 3 на 5 миллиметров сделать срезы, честно говоря, если такие срезы сделать, скорее всего, гистонайф, ну, на нем полутонкие срезы можно, конечно, сделать хорошие, тонкие срезы только на новом. Есть свои. Проподготовка, как видите, практически стандартная для просвечивающих электронной микроскопии, вы эти срезы можете потом дополнительно контрастировать, мне кажется, наверное, можно на них даже моноголд было бы сделать, хотя, честно говоря, таких работ не видел. Трудоемкость, если все настроено, не очень высокая, квалификация пользователя тоже достаточно средняя, автоматизация, как видите, если все настроено, хорошо работает, достаточно высокая. С этой пленкой, конечно, есть возня, потому что ее нужно после этого разрезать, ее нужно наклеить на пластины из кремния, эти пластины нужно поместить в микроскоп, микроскоп дальше автоматически все это отснимает, сшивает, ну, в общем-то, есть некоторое количество возни. Другой прибор, на этот раз фирма Лейка, не решили упростить этот подход, а почему сразу же не делать на пластины срезы, потому что, в принципе, сейчас полупроводниковая промышленность хорошо развита, такие пластины делаются, режутся на любые совершенно размеры, чтобы не сделать вот такие квадратненькие пластинки, не поместить их сразу же вот в такой громадной, посмотрите, громадную ванночку, вещающую на ноже, нож, естественно, в данном случае алмазный на стекле серийных срезов много не сделаете, и после такого получили полоску этих срезов, там, не знаю, сделали 50, 100, 200 срезов, если эти полоски хорошо видны, вы можете в этой ванночке воду убрать, начать убирать, так, чтобы вся эта полоска срезов оказалась теперь непосредственно на пластинке. Как видите, в данном случае мы можем простить себе работу, более того, такая пластинка точно так же замечательно сканируется под нашим сканирующим электронным микроскопом, есть программа обеспечения, которая автоматизирует поворот, шивку, выравнивание этих снимков, в итоге вы точно также получаете пачку серийных срезов, которые, в общем-то, можно дальше использовать, хотя трудоемкость все-таки, скажем так, ниже, чем у предыдущего прибора, но даже достаточно ощутимая. Каким образом мы можем вот такие срезы, лежащие на подложке, увидеть, это точно так же, как и в случае фокусированного ионного пучка. Как вы помните, у нас есть обратно рассеянные электроны, если у нас пучок электронов падает вот так, если у нас есть достаточно тяжелые элементы, вот их, скажем, атомы, то у нас есть шанс, что электрон либо вокруг даже первого может изменить свою траекторию, либо несколько раз, приотразившись как-нибудь, так, так, или так, в итоге мы сможем с вами все-таки получить на детекторе обратно рассеянных электронов вот такую картинку. Понятно, что это получается картинка негативная по отношению к просвечивающему электронному микроскопу, лучше всего рассеивать че участки, где у нас контрастирующий агент нанесен, где есть элемент достаточно тяжелый, осми, уран, свинец, либо какие-то другие контрастеры, опять же, можно делать, на самом деле, наверное, и окрашиванием на голд, пока не видел таких статей, мне кажется, что это можно сделать, в принципе, его тоже здесь будет очень хорошо видно. Если мы эту картинку инвертируем, мы с вами получим картинку, очень похожую на обычный микроскоп наш проходящий электронный, и вот то, что мы с вами как раз и будем регистрировать, это BSE. Понятно, что разрешение в данном случае будет определяться диаметром зонда, в современных микроскопах диаметр зонда может быть около одного нанометра и меньше, но, правда, есть некое рассеяние этого зонда, и поэтому нам бы очень хотелось для такого микроскопа работать в причине малых ускоряющих напряжениях, чтобы получить наибольшее возможное разрешение. Современные микроскопы научились бороться с аберрациями, возникающие на малых ускоряющих напряжениях, и, в общем-то, это стало возможно. Более того, заряд препарата при этом меньше, можно смотреть. Проблема, которой остается, это то, что сканирование теперь этого образца точка за точкой, оно достаточно долгое. Кто работал на сканирующем микроскопе, кто посмотрит практики, которые у нас в ближайшее время будут выложены на этот же канал, то увидит, что для картинки с хорошим разрешением, с хорошей контрастностью и хорошим соотношением сигнал-шум, скажем, там, не знаю, пускай будет 4000 точек на 4000 точек. Она может потребоваться до 10 минут, чтобы такую картинку действительно с хорошим качеством собрать. Конечно, можем сканировать быстрее, качество будет хуже, можем сканировать еще быстрее, качество будет еще хуже, но сканирование медленное. Поэтому есть решение от некоторых фирм, например, фирма CES придумала сканирующий электронный микроскоп многолучевой, который может сразу же одновременно несколькими лучами с достаточно большим количеством, на самом деле, например, 64 луча, сканировать ваш препарат и точно так же эти 64 луча отдельно регистрировать. То есть у вас получается, что машина один раз сканируя для каждого вот этого поля одну точку одновременно смотрит. В следующий раз следующая точка для всех этих полей одновременно. В следующий раз следующая. Немножко, наверное, напоминает чем-то конфокальную микроскопию с диском Нибкова. Согласитесь. Но самое главное, что такая машина может сканировать вам один сантиметр квадратный, представьте себе, с электронным микроскопическим разрешением 4 нм всего за 3 часа. А это очень так неплохо. Но если у вас теперь срез, которого очень небольшой какой-то участок вас интересует, скажем, там 20 на 15 микрон, это наиболее часто, то, конечно, такая машина может просканировать огромное количество срезов за достаточно короткое время. Я даже не знаю, есть ли такие машины в России, в Германии, их несколько штук стоит, и действительно работа впечатляет. Что можно посмотреть? Ну, вот это ссылка, откуда взята лаборатория Лихмана в Гарварде. они опять же исследуют нервную систему, и посмотрите, на самом деле, если мы возьмем один дендрит, сколько вокруг него так называемого нейропиля, сколько других отростков дендритов, аксонов, отростков других клеток, глиальных клеток находится. И понятно, что реконструировать достаточно сложно. Тот кусочек, который реконструирован, это вот такой маленький-маленький кусочек на дендрите с шипиками. Как видите, здесь шипики хорошо видны и вот эти все сложные взаимоотношения. Поэтому, конечно, для нейронаук, для коннектомики, например, использование такого оборудования крайне интересно. Ну, и параллельный шаг, нельзя сказать, что следующий, он возник примерно в то же самое время, когда и перебор, о которых я уже рассказывал, это так называемый микроскоп, который называется Serial Block Face Imaging Scanning Electron Microscope. Микроскоп, который смотрит на плоскость среза. То есть, это микроскоп, который добавлен ультратом, который делает срезы, и вы смотрите не срез, а блок, который после среза остался. Разрешение по плоскости, так и сканирующий микроскоп, такой же, как и для других сканирующих микроскопов, порядка 2 на 2. Разрешение по глубине. Ну, срезы, на самом деле, есть отдельная работа, когда толщина среза чуть ли не 7 нанометров. Ну, на мой взгляд, это высший пилотаж и совершенно не рутинный метод. Рутинно, более-менее, можно получать около 30 нанометров на таких машинах. Со специальной обработкой, например, вот фирма Philips выпускает Volume Scope, который, я надеюсь, у нас когда-нибудь окажется в нашем университете, есть шансы, что такое будет. То мы можем получить с вами разрешение по Z после специальной обработки порядка 15, ну, в рекламных проспектах 10 нанометров. Глубина реконструкция, насколько глубоко можем порезать. Здесь удержателем определяется, больше, чем половину миллиметра можем порезать, в плоскости это может быть где-то 1 на 1 миллиметр, то есть точки зрения электронной микроскопии и гигантские размеры. Проподготовка практически стандартная для ПМЗа несколькими дополнениями, а именно нужно контрастировать все это очень хорошо и прямо в блоке. Поэтому, если кому-то захочется, ссылка приведена ниже, это ссылка на протокол окрашивания, контрастирования образца в блоке и заливки и полимеризации в смолу твердую дуркопан, которая подходит практически для всех этих методов. Трудоемкость, как видите, достаточно низкая, вам главное про подготовку сделать, хорошо ваш блок заполимеризовать и отконтрастировать, но автоматизация выше уже и быть не может. За ваш прибор и порежет, и стек картинок соберет. Другой вопрос, что вы будете делать с таким громадным объемом информации, потому что, ну скажем так, небольшой участочек, предположим, там 10 микрон по глубине, вы все уже посмотрели, вы получаете на руки 2,5-3 терабайта картинок. То есть, нужно, конечно, думать, где их обрабатывать, как их обрабатывать, чем их обрабатывать и есть ли для этого руки. С другой стороны, если вам нужно просто выбрать плоскость, например, изображения, перевернуть, вам образец никак, скажем, не сориентировать, или вас интересует посмотреть расположение вашей зоны интереса просто в ткани целиком, конечно, это подойдет и в таком варианте. Ну и посмотрим на видео. Это происходит, сканируем наш блок. Дальше, алмазный нож, который делает срез, срез выкидывается, на самом деле остается на ножа чаще всего. Дальше делается среза, сканирование, опять делается срез, блок в держателе, если мы говорим об ультрамикротоме, выглядит вот так, здесь держатели другие немножечко, это такие углы, воздики, так же, как и для метода такуяшу, на самом деле даже подходит, на котором ваш блок ставите. Картинка, естественно, инвертированная получается, но инвертировать ее обратно сложности не составляет, они уже все на друга выложены, и вам остается только собрать интересующий у вас участок. Есть несколько приборов, прибор, который появился в самом начале, это был прибор от фирмы Гатан, сканирующие электронные микроскопы тоже были не особо сильно для этого приспособлены, это было всего 5 на 5 нанометров, современные, слайд назад мы с вами смотрели, 2 на 2 нанометра дают. Разрешение по глубине, которое мог давать этот прибор, ну это 25 нанометров рутина, на самом деле около 30, хотя есть статьи вот такие. Все остальное, как видите, совпадает с предыдущим. Что интересно, появилось это где-то в 10 году, в 11 году было уже 8 установок приборов, в 12 году уже больше 30 приборов, в 13 году более 100 приборов, ну дальше я уже просто не стал смотреть, их достаточно много. В России в нескольких местах они куплены, но я не знаю ни одного доступного сейчас для работы руками. Я надеюсь, что если у нас такой появится прибор, мы можем его использовать. Давайте сравним разрешение вот такой системы, не обязательно GATAN-3VUE, это может быть и Volume Scope, это может быть и Katana, несколько фирм их производит, с нашим стандартным просвечивающим электронным микроскопом. Предположим, нас интересует возможность посмотреть, что у нас происходит на 150 нанометрах по глубине препарата. В случае стандартного просвечивающего микроскопа мы сделаем всего лишь три среза по 70 нанометров и 150 нанометров этим мы с вами перекрыли. Получается, что разрешение нашего микроскопа, если мы не используем с вами томографию, то это 0,4 на 0,4 на метр в XY, прекрасно, но 70 нанометров по Z. То есть, то, что мы видим в просвечивающем электронном микроскопе, это проекция вот такого толстого, толстого блока. В случае, если мы будем говорить о системе SBF, то это порядка 25-30 нанометров и мы получим с вами уже 6 срезов, согласитесь, в два раза больше, что хорошо. И разрешение по XY, конечно, 2 на 2 нанометра, но это не так страшно, потому что, если вы помните, мембрана у нас 5 нанометров или 7 нанометров, задумывайте, в каком состоянии находится. То есть, в принципе, в некоторых случаях даже, может быть, и билипидный слой удастся, может быть, на границе разрешения поймать. Но зато по Z 25 нанометров. Я не смог держаться, взять картинки из статьи, которая демонстрирует такое различие. Вот XY у вас хороший, но Z плохой и непонятно, одно животное или два. Вот у вас XY не очень хороший, как видите, отдельные точки видны, но зато по Z разрешение вполне хорошее. Как я уже говорил, есть такие статьи рекордные, совершенно. Одна из них, ссылка на нее приведена вот здесь, где смогли получить изометрическое разрешение 7 нанометров по всем осям. И X, Y и Z. То есть, у вас получился такой кубик. Здесь, соответственно, XY, здесь XZ, здесь YZ. Ну, как видите, возможность теперь реконструкции этого среза вполне высокая. Конечно же, 7 нанометров это как раз толщина праны, поэтому билипидного слоя не видим, но для большинства методов исследования, например, для нейробиологии этого более чем достаточно на самом деле. Применять можно не только в нейробиологии, в ботанике есть много статей, где это используют, в клеточной биологии, микробиологии, сейчас просто вал статей пошел, в гистологии, например, сетчатки, каких-то других упорядоченных образований, лимфатических узлов, ну, в общем, на самом деле метод такой достаточно популярный. Однако, нужно сказать, сколько за один день можно получить. В зависимости от толщины среза, как видите, можно получить совершенно разное количество образцов. и вопрос, что делать с таким громадным набором картинок. Вот пример еще один, от той же самой NCMIR 25 на 25 на 25 микрон. Здесь уже разрешение, конечно, по XY 4 нанометра, ну, как мы говорили, этого уже достаточно, 4000 на 4000 точек. В плоскости 700 срезов. Толщина среза 500 нанометров. Вот такой кубик нервной ткани для дальнейшего исследования. Кстати, почему еще бывает вот такая трехмерная структура важна? Представим мы на нашем срезе, видим вот такую вот картинку. У нас есть некий аксон, здесь есть синаптические пузырьки, у нас есть несколько дендритов, но непонятно, вот эти дендриты, это вообще от кого? От одного нейрона, от разных нейронов, да, потому что мы помним, что один синаптический контакт, в принципе, да тем более, если это шипики, ну, в общем, потенциал действия вызвать не должен никакого, вместо потенциала будет что-нибудь маленький, чтобы он просуммировался, это должны быть какие-то исключительные совершенно случаи. Теперь посмотрите, казалось, что это шипики одного и того же дендрита. И понятно теперь, что если сработает одновременно вот такое количество синапсов на шипиках, ну, местный потенциал мы получим здесь хороший. И в принципе, суммация здесь есть и пространственная, и временная, достаточно приличная. И есть шанс, что такой синапс, в общем-то, может уже сильно повлиять на решение клетки о формировании потенциала действия. Опять же, из рекламного проспекта очень интересная картинка, которая показывает нам строение сетчатки с электронно-микроскопическим разрешением. Понятно, что изучение сетчатки полезная вещь, много заболеваний с этим связано, много попыток сейчас эти проблемы решить, потому что зрение для нас ведущий анализатор, и без него мы никак не можем. Ну, и вот, что позволяет сделать микроскопию сериал-блок-фейс на препаратах такого типа. З, как видите, можно реконструировать достаточно много. 0,3 мы с вами 300 микрон мы с вами смотрим, то есть 0,3 миллиметра в данном случае, проводящая систему растений. То есть, здесь можно даже несколько клеток, получается, по глубине реконструировать. вот с этого же набора данных из этой же статьи взяты проекции x, y и x, z и y, z. Все достаточно хорошо. Ну, и то, что сейчас, скажем так, развивается более-менее активно, это попытка улучшить разрешение по z. Конечно, можно делать более тонкие срезы, но это будет совсем не рутин, это будет достаточно сложно. Можно попробовать изменять ускоряющее напряжение. Ведь, как вы помните, чем больше ускоряющее напряжение, тем больше и зона взаимодействия, которую мы с вами видим. И при малом ускоряющем напряжении мы видим хорошее разрешение на только верхний слой. При большем ускоряющем напряжении у нас уже разрешение становится чуть хуже, но мы видим глубже. При совсем большом мы разрешение немножко теряем, но зато на 30 аж нанометров можем вглубь посмотреть. И фирма Philips придумала такой вариант многократного сканирования образца с разным ускоряющим напряжением. То, что она назвала это до конволюции, конечно, никакой не до конволюции. Это, в общем, такое почитание изображения друг из друга. Но надо сказать, что они говорят о 10-нанометровом разрешении. При этом есть вот такая статья, где математически посчитано, что, в принципе, при таком подходе максимальное разрешение по глубине, которое может быть достигнуто, порядка 12 нанометров. На самом деле около 15 нанометров. Но в любом случае разница между 15 и 30 нанометрами неплохо. И, в принципе, если вы из одного среза можете получить два виртуальных среза, это уже достаточно хорошо и можно использовать в дальнейшем. И система, которая, я надеюсь, у нас все-таки появится. Это разрешение в плоскости 2 на 2 нанометра. Это разрешение по глубине до 10 нанометров. Рутинно, скажем так, 15. И я уже говорил, что это, в общем-то, рекламное, конечно, рекламное значение. Толщина среза, правда, при этом порядка 30 нанометров. Глубина реконструкции больше полумиллиметра. В плоскости ножек позволяет миллиметр на миллиметр порезать, хотя не стоит делать такие большие площади. Срезаться гораздо хуже. Про подготовка. Практически стандартная до последующей микроскопии за одним исключением. Контрастирование в блоке. Ссылку на протокол я несколько слов назад вам дал. Трудоемкость, как видите, после того, как у вас прорезец подготовлен, малая. Квалификация здесь особая для работы с такими данными не нужна. Автоматизация тоже очень высокая, потому что здесь все автоматизировано. И съемка, и ультрамикротомия, и выравнивание снятых изображений. Единственное, конечно, о чем нужно сказать, это, опять же, о количестве данных, которые вы будете получать. То есть заранее нужно думать, на каком компьютере вы это будете обрабатывать. Хотя бы большая часть вашего стека должна попасть в оперативную память этого компьютера. Ну и, конечно, если у вас стек будет несколько терабайт, вопрос, как вы с ним будете работать. В виде заключения. Ну, во-первых, решают ли вот эти современные методы трехмерной микроскопии, о которых мы говорили, все проблемы нашей электронной микроскопии? Да, конечно же, нет. У нас есть другие методы, у нас есть там замораживание, скалывание, у нас есть хорошее разрешение, у нас есть много других подходов. Они упрощают жизнь, когда вам необходимо изготовление серийных срезов, либо когда вам нужно получение информации с очень хорошим разрешением по Z. Это мы говорим уже о томографии. Есть ли один метод, который подходит для вот совершенно всех-всех-всех применений? Конечно же, нет. Если нужно очень хорошее разрешение по Z, это вам томография. Если вам нужно большой объем посмотреть, это вам Serial Block Face. Если вам нужно буквально там 3-4 среза посмотреть, тогда можно сделать просто обычные, абсолютно рутинные серийные срезы и получить, в общем-то, с них всю информацию, которая вам нужна. Оставили следостной то обычное PEM? Да, несомненно. На этом наша дополнительная лекция завершена. Спасибо вам за внимание. До свидания. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok